Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро-расклад для мужчин на тему. Сейчас узнаете о ней все. Нужна ли вам эта правда? Посмотрим все о ней. Что она скрывает, посмотрим, что она думает, что чувствует вообще перспектива ваших отношений. Настраивайтесь на свою женщину, вспомните ее образ, вспомните ее имя, притягивайте ее сюда. Все лишние мысли, ваши посторонние тревоги, переживания в сторону. Настраивайтесь только на женщину и на себя. Итак, вдох-выдох, начинаем смотреть. Для начала хочу посмотреть, кто ко мне из мужчин пришел сегодня на расклад. Что в вашей жизни сейчас происходит. Дорогие мои, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен. Каждый комментарий я читаю. Я благодарна вам за ответную связь, которую вы мне даете. Я благодарна вам за подписку на канал, потому что я вижу, что те ролики, которые я выпускаю, я выпускаю не зря. Вы, что вы получаете необходимую для себя информацию. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что после просмотра данного Таро-расклада вы также подпишитесь, чтобы не пропустить все дальнейшие выпуски. Итак, в жизни у вас идет как вечно какая-то борьба. Недоверие сейчас у вас идет к этой женщине, которую вы загадали. На данный момент как стена между вами. Почему-то у вас нужда сейчас друг в друге проходит. Хотите семью с ней или в семье с ней были. Если у кого-то, у кого возраст здесь позволяет, вы даже детей от нее можете хотеть. Женщина выстроила между вами какую-то стену, которую вы пробить на данный момент не можете. Возможно, она ушла строить новую жизнь, новые отношения. Вы об этом знаете. У кого-то из вас женщина ходит по свиданиям, встречается, приятно проводит для себя время, и для нее ничего в этом зазорного нет. Себя виноватой она здесь ни в чем не чувствует. Она транслирует, что ничего в этом такого нет. У нее, кстати, могут быть сейчас какие-то шумные компании, подруги, друзья, алкоголь, какие-то зависимости. Но она показывает то, что вы на нее прав не имеете. Вот что хочу, то сейчас и делаю. А вы так не считаете. Считайте ее своей женщиной, потому что у вас нужда к ней идет. Но, в принципе, если говорить, он уже делает друг друге, то это у вас идет обоюдное. Что вы в ней нуждаете, что она как бы на данный момент за вас думает. Но треугольники, посмотрите, как сразу на лицо здесь выходят. То есть то, что она может здесь как-то пребывать в каких-то таких вот компаниях, может там еще иметь с кем-то общение. Это идет вот однозначно так. Она ведет себя как-то незрело, делает все, что хочет. Она сейчас спряталась, закрылась. И вы не можете как будто бы, вы знаете, с ней пробить какую-то стену. Хотя вы этого очень сильно хотите, но не понимаете вообще, как с ней себя вести. Потому что все, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались бы здесь это все изменить, ничего не получается. Вот просто женщина закрылась, отстранилась и все остальное. Кто-то из вас знает о наличии других мужчин у нее. И связываете ее поведение с тем, что здесь кто-то еще влияет. У кого-то влияют здесь друзья, подружки, мамы, бабушки, не знаю, кто угодно. Могут вмешиваться в ваши отношения и влиять на это все. И при этом, при всем, если вы, к примеру, точно не знаете, что есть какой-то мужчина, вы можете об этом догадываться. Вы можете понимать о том, что такое поведение женщины как раз связано с наличием треугольника. Она вот почему-то ведет себя как-то вальяжно. И для вас может быть не новостью, что она ходит по свиданиям, что есть другой мужчина. Возможно, это человек с ее работой, с которым не только рабочие отношения. И для вас это не есть таким открытием. Да и она может этого не скрывать. Какой-то у нее сейчас может быть загульный образ жизни. В том числе гулять с подругами, слушать наставления других людей и жить сейчас, знаете, чьими-то мозгами. Вот как ей там рассказывают, ой, ты найдешь лучше, будет у тебя там еще в жизни все хорошо, уйди от него. Или что-то вот как-то в таком духе, кто-то может ее наставлять. Или ты достойна лучшего, большего. Кто-то может какие-то тренинги слушать из женщин как-то, знаете, как-то наслушалась. И в один прекрасный момент, вот просто, знаете, как подменили ее. И вообще смотрите на женщину и не понимаете, почему она себя так ведет. У некоторых такое тоже поигрывается, поэтому считываю такую вот энергетику. Что у нее на душе к вам? Давайте посмотрим. Ой, какие карты интересные. Дорогие мои, напоминаю вам о том, что данный второй расклад общий. Для записи на персональный второй расклад пишите, пожалуйста, вайбер, телеграм, ватсап по номеру, который указан здесь под видео. На телефонные звонки отвечаю только по предварительной договоренности, в оговоренное время и на персональном второй раскладе. Длительность персонального второй расклада до 45 минут. Второй расклад платный, персональный второй расклад для записи, пожалуйста, пишите. На телефонные звонки не отвечаю, отвечаю только по предварительной записи. Итак, что у нее на душе к вам? Она на данный момент много осознала, осознала, когда потеряла. Она в кризисе сейчас, не получается у нее сейчас ничего, особенно в любовной сфере. Она, кстати, сама здесь могла оказаться, знаете, вот в любовных таких треугольниках, как судьба ей наказала бумерангом, ей вот так вернулось. Она может хотеть с каким-то мужчиной перемен, только этот мужчина особо не намерен ничего менять. Хочется ей любви, понимания, ласки, нежности, хочет принца на белом коне, но все у нее на данный момент идет какое-то пустое. Она знает, что вы, как мужчина, можете ей дать все это, но нет, хочется чего-то другого. Могли ей здесь подружки, психологи, мамы что-то здесь нашептывать или поучать ее, как надо жить. Кто ее достоин, кем она должна быть, поэтому могла себя так повести под влиянием других лиц. Она надеялась, что все ей легко дастся, либо она все получит то, что хотела и как хотела, но нет. У судьбы на нее совершенно другие планы. Отношения у нее здесь выходят на стороне, но эти отношения у нее будут недолговечные. В кризисе она сейчас, ничего у нее не получается. Понимает она, что что-то не так делает в своей жизни, но больше винит, что судьба к ней несправедлива. Знаете, это не от того, что я тут наблужила, а тут сделала неправильно, как бы вот просто гонюсь непонятно за кем, непонятно зачем. А вот просто потому, что вот жизнь такая вот злодейка, скажем так. Ой, понимает, но на самом деле, да, что в жизни что-то происходит у нее не так. По своей внешности она привлекает мужчин, но все это какое-то непродолжительное идет. У нее идут разрушенные отношения или отношения, которые вот-вот рухнут. Сама она этот путь выбрала. И сама сейчас по нему идет. И винить она должна именно себя, потому что из-за нее, из-за ее действий, из-за ее каких-то шагов, такая история произошла. Ой, извините, видите, у меня аж, когда начинаю ее просматривать, аж комок только в горле идет. Потому что вот у нее такая вот ситуация, неразбриха полнейшая в жизни, когда вот просто-напросто она сама не может разобраться с этим всем. Она могла оставить семью, отношения и уйти в какой-то блуд. Вот потому что захотелось ей чего-то другого, захотелось ей чего-то новенького. Или где-то наслушалась, насмотрелась о том, что может быть все-таки что-то там получить большее, лучшее. Либо же просто призрачно за кем-то гонится, гонится там с мужчиной из прошлого, все какая-то неразбриха уже. Могла ей говорить о том, что отношения закончены, отношения у них с ним разрушены, но при этом, при всем, это все абсолютно не так. Давайте посмотрим, какие чувства у нее к вам. Какие чувства у нее к вам. Интересно, как получается. Значит, она сейчас находится как будто бы, знаете, как не в своей тарелке, скажем так. Не своей жизнью живет, не нравится ей сейчас ничего. Хотя внешне может транслировать или говорить все иначе, выглядеть там шикарно, как-то вот тут прихорашиваться, как-то вот тут пытаться себя преподнести такой королевой, такой всей красоткой. Но то, что творится у нее внутри, это вот полнейший крах, кризис, разочарование, переживание. Посмотрите, какие карты. Карты прямо на лицо вам показываются. Она может быть красивой, но сейчас несчастной. Хочет сделать шаг вам навстречу, сблизиться с вами, но сама себе как будто бы, знаете, здесь противоречит. С одной стороны, я с ним ничего не хочу, я в нем сильно разочаровалась или я хочу лучшего, большего. А с другой стороны, она понимает, что навстречу к вам надо сделать шаг, потому что ничего хорошего у нее сейчас жизни нет. И если она еще и вас потеряет окончательно, то может вообще остаться как у разбитого корыта. Если вы сейчас на данный момент с ней не общаетесь, если между вами идет затишье, там пауза и все остальное, там даже по полгода можете не общаться, это не говорит о том, что она поставила с вами окончательную точку. Это не говорит о том, что она вот просто-напросто прекратила все и сказала, все, я живу своей жизнью, у меня все хорошо. Виды, планы на вас она все равно имеет. Все ее проблемы, они идут как в ее голове. Объективных причин ее поступков, почему вот вы не вместе, на самом деле здесь-то и нет. Она сама себе ставит блоки и препятствия и сама себе портит жизнь. Здесь идет как-то, знаете, вот много таких вот воспоминаний о вас и с вашей стороны о теплоте, заботе, уюте, всего того, что ей сейчас не хватает, того, что вы ей давали. Думают по поводу действий, ваш адрес, что-то написать, увидеться, вот что-то как-то, вы знаете, проявиться. И она может, кстати, в скором времени здесь как-то проявиться. Но так как вот неожиданно для вас проявится, так и неожиданно снова может здесь уйти. Потому что она получит от вас внимание, заботу, возможно, какие-то материальные блага и снова уйдет. И снова может здесь принять такое вот решение. Уйти как-то в сторону, уйти опять на какую-то паузу. Вот если, знаете, вот так посмотреть, почему она здесь ушла, почему она сделала такой выбор, то она ушла от вас за другой жизнью. Либо за такой жизнью, она сейчас пытается идти, там насмотрелась, наслушалась, либо себе там что-то нафантазировала и пытается идти в эту сторону. Она сейчас стремится за желаниями, которых раньше не было. Кстати, ей это могли навязать подруги, родня, близкое какое-то ее окружение. Да что ж такое. Посмотрите, просматриваю ее, я же говорю, аж кому горли у меня идет. Следит она за вами, интерес в вашу сторону у нее есть. Думает за то, чтобы вернуться к вам или удержать вас, потому что терять вас она не хочет. Будет периодически проявляться, писать, подслеживать вашу сторону, но пока она присматривается. А кто, что в вашей жизни происходит, даже если сейчас идет затиши между вами, это вот просматривает вашу жизнь через там мессенджеры, соцсети и так далее. Она поймет потерю вас, но со временем, когда вы можете поставить с ней окончательную точку. А она так и будет гнаться за чем-то призрачным. Ей нужно еще понаступать на свои грабли. Она еще из-за этого очень сильно обожжется. Получит она здесь свое, как говорится, бумерангом, ей это все вернется. Давайте посмотрим перспективу ваших отношений. Есть ли здесь вообще какая-то перспектива. Видите, сегодня вот просматриваю расклад на нее и прямо, знаете, как вот, ну не дает она мне открыть свою душу. Вот не дает она понять вообще, что у нее на душе происходит. Какая у нее сейчас ситуация, что в жизни кризис, крас и все остальное. Не хочет она, чтобы я вам доносила эту информацию, понимаете. Вот не хочет, а мы ее все равно на разговор как бы вот выводим. Так, то, что касается перспективы ваших отношений. Опять идут какие-то непонятки, борьба. Вы готовы все менять, развивать с ней все, а с ее стороны идет какая-то стена. Вот знаете, кого-то из вас, эта женщина снова попытается использовать, получить какую-то свою выгоду, как будто по старому сценарию. Потому что кто-то из вас ее до сих пор задержит, что-то покупает. Вот жалко вам ее, кому-то из вас, вот ее, знаете, вот как-то вот, да ну она ж глупенькая, ой-то у нее такая тяжелая судьба, то у нее ничего хорошего в жизни не было, вот, да я там ей помогу, что ж она бедная будет там сама там себе покупать, либо сама там себе что-то делать и все остальное. Вот как-то жалеете вопрос. Только вопрос, зачем вы ее жалеете, почему вы находите ей оправдание, почему вы ее какие-то желания, ее поступки ставите, как будто бы вот то, что вот это она сделала неосознанно, да ну вот она просто сбилась с пути, да это запуталась и все остальное. Зачем? Все, что она делает, она все делает осознанно. Не надо ей искать какое-то, знаете, оправдание, жалость и все остальное. Она сама себя за это все накажет, потому что все ей вернется бумерангом. Если говорить о проявлениях, если говорить о том, что будет ли шанс снова на общение, на восстановление, да будет. Но если пускать все по старому сценарию, если пускать вот все как было, то снова придет к тому, что есть, проявится и снова отойдет в сторону. Нужно просто-напросто менять эту всю ситуацию, менять отношение с этой женщиной, потому что так как есть, так как было, уже ничему хорошему не приведет в дальнейшем. Посмотрим традиционно совет карт для вас от высших сил. Сам смотрите совет, выпал из колоды. Так, совет у нас карта влюбленная, карта выбора, испытания, веления сердца. Карта говорит о том, что вы усиливаете друг друга, ваша встреча нужна миру и каждому из вас боритесь за свою любовь. У кого-то из вас действительно вы будете бороться за свои прошлые отношения, за свои отношения, которые вы все-таки вы видите на другой уровень и будете с этой женщиной как парой. И карта для некоторых из вас, как совет идет, то, что у вас в вашем жизни появится выбор. Выбор, который будет для вас как испытанием. Выбор, который, знаете, приведет к тому, что вы будете думать по поводу отношений, которые вам здесь нужны. Прежде всего, любите себя, думайте о себе. Не стоит здесь, знаете, вот как-то жить ее жизнью, как-то вот переживать, сострадать и искать оправдание ее поступкам. Все, что она делает, она делает все осознанно. Итак, дорогие мои, надеюсь, что после просмотра данного второго расклада вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие выпуски. Пишите в комментариях, что думаете по поводу данного ролика. Ставьте лайки. Жду ваших комментариев, подписку. С вами была я, Катерина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok